Да, у нас сегодня новый гимн. Гимн «Путешествие к совершенной радости». «Путешествие к совершенной радости». Красивая идея. Да, да. Божественная радость. «Путешествие к совершенной радости». «Нету никакого изъяна в радости больше». «Человек, как пожиратель вещей, eater of things, едок всех вещей, огонь, который все переваливает, перетравливает, seeks a fulfillment of his desires, ищет реализация своих желаний. in the final equality of delight». «Равновесие». «Равновесие». «Равновесие, скорее, да, или есть…» «Всех, всего наслаждения». «И для этого он должен быть очищен божественным пламенем». «То есть тем, кто обладает волей пророка, правиться и имеет, содержит в себе сознательное видение and the utter rapture и высшую радость». «By increasing him in us, усиливая его в нас, we shall journey forward». «Мы будем двигаться вперед with our progressive sacrifice, с нашим прогрессивным жертвоприношением или преобразованием, о котором мы говорили сегодня. And the gods will utterly manifest ourselves». «И боги в высшем смысле манифестируют себя в нас». «We must attain this divine force». «Мы должны найти или реализовать эту божественную силу as the master of our house, как хозяина нашего дома, our physical and mental body, нашего физического и ментального существа. And give it all the objects и отдать ему все наши объекты of our enjoyment as its food, нашего наслаждения, как еды для него». Вот такая преамбула к этому гимну. Здесь все яснее нам становится, что вот это постоянное изменение себя на пути, это и есть собственная эволюция, прогресс. Вот это изменение себя на пути и есть постоянное умирание того, что не должно жить, что должно измениться, форма как-то должна поменяться. И вот это вот умирание или очищение того, что не должно быть, происходит именно таким способом, что есть два способа этого. изменения. Один – это через собственные энергии, силы в теле, а другой – через божественную любовь, любовь к божественному в сердце. Вот эти два культа, о которых мы говорили на Чакетасе. Ну вот, первый стих. «Правиш васан, правиш васаман, отрыват арча, павакашо чеши, йо адварешу идия, хотамандратаму виши. О ты, тот, чьем умиротворение все въемлюще, во спой, как пели Атри, слово мазарения, огонь». Воспой, воспей, воспой очистительного света, которому следует молиться в паломничестве, жертвоприношении. Очень такой перевод. Я его поправлю сейчас. Жреца призывания самого восторженного в человеке. Человек, который ищет твоего ровного или равного совершения и реализации во всем. человек, который ищет твоего всецелого, всеобъемлющей твоей реализации во всем. Sing as the enjoy of things. Воспой, да? то есть нету таких слов, да? Да, в русском языке это сложные слова. Пой. Да, пой, правильно? Да. Да, звучит очень неудобно. На ухо. На ухо лежит. Но воспой, как восхвали. Да. Восхваляй, да. Воспевай, давай лучше. Воспевай. Воспевай его таким светом, словом света, как вкусителя вещей, или как того, кто наслаждается этим миром. его кто обладает чистым и очищающим или ярким и очищающим пламенем. Ему ты его возвивай как объекта нашего обожания, как объект нашего обожания в марше наших постоянных трансформаций, наших жертвоприношений. Его, успевай его как жреца нашего нашей отдачи, самоотдачи или предложения most rapturous in the creature, наиболее радостным в существе или исполненным блаженства в существе. Вот Елизаренкова исполни о вишвасаман подобно от регинг для Бога с чистым пламенем, которого надо восхвалять на обрядах как самого радостного хатара в пламени. в пламени у племени извиняюсь, совсем неправильно прочитал, у племени in the creature переводит виши. Ну давайте я пройдусь по этим словам про вишвасаман. Вишвасаман здесь то, что мы называем вокатив, самбодхана, звательный падеж. О вишвасаман прав, вперед, как Атри, как семья Ариши Атри, арча, воспевай. Воспевай, о вишвасаман интересное слово, которое можно перевести как единство или равное присутствие во всем. о как как она переводится, она даже и не переводит вишвасаман. Самбодхана дословно это песня, но его можно тоже перевести как сам, да, или самость, или как равность, равенство, то есть вселенское равенство, о, ты вселенское равенство, как Атри, воспевай, проарча, павокашочише, ради пламени очищающего и блистательного. Йоадфарешу Ириях, который в наших паломничествах, жертвоприношениях есть искомый с радостью или с обожанием, искомого с обожанием в наших паломничествах, жертвоприношениях, как Хутара, того, кто призывает божественные силы, исполненного наивеличайшего блаженства мандратамах в существе вещей. Как мы видим, это все эпитеты огня, Атри, варешу Ириях, наиболее искомый с обожанием наших паломничествах, жертвоприношениях, Хутар, призывающий богов, мандратамах, наиболее блаженный, павокашочише, тот кукотву пламя, очистительное и блистательное, вишвасаман, тот, который ищет реализации, вселенской реализации божественного. Вот так Шио Биндуй переводит человек, который ищет равного, равной реализации во всем, который ищет вот универсальной реализации божественного. Он должен воспевать его как того, кто наслаждается всем миром, всеми вещами. Он должен воспевать его словом озарением, слово озарение, арч, арча, арка, воспевать его как пламя очищающее и яркое, воспевать его как объект нашего обожания на маршах или наших жертвоприношений, как жреца нашего подношения, наиболее исполненного величайшей радости в существе. Таким образом, его нужно словом, словом очистительным, или как это сказать, словом, словом нашего озарения почитать или призывать. То есть у него есть имена, у него есть видение его и в слове, если мы это оформляем так, то оно каким-то образом являет себя в нас. Слово каким-то образом приводит нас к реализации вот этого сознания в нас. Но для этого мы должны искать вот вселенская реализация божественная и таким очищающим или словом озаряющим мы призываем его как очистительное и сияющее пламя, как объект нашего обожания во всех преобразованиях нашей природы, как того, кто призывает богов и предлагает нам им наше подношение исполненного высшей радости в каждом существе. Ну вот второй стих помести в себе огонь. ни дадхата размести его внутри, помести внутри себя огнем огонь, джата ведасом, ведущие все рожденные, как божественного распорядителя обряда, дейвам ритвиджам, божественные распорядители обряда, скорее, тот, кто знает, что должно измениться, и порядок этого изменения. Про яджня пусть пусть вперед идет жертвоприношение яджнях, то есть само изменение пусть движется вперед аннушак, без как это беспрерывно, да, вот эта беспрерывность продвижения вперед жертвоприношения очень важна, вот эта постоянность воли, постоянность концентрации на сознании на этом, то есть не должно быть перерывов, не должно быть каких-то уходов от этого, об этом мы как бы пытались говорить, почему у нас все-таки бывает этот уход, отход от этой постоянной концентрации, потому что существо не выдерживает, и оно хочет забыться, оно хочет исчезнуть, оно хочет умереть, потому что слишком много в нем того, что не должно остаться в будущем, или что еще не преобразовано в нас, но вот это усилие остаться в непрерывном движении преобразования, оно должно быть для совершения, если оно прерывается, оно как бы теряет свою эффективность, отъят, сегодня, непрерывно пусть движется вперед наше преобразование, дева в ячас тамах, то есть жертва, которая, которая, как Шиобин говорит, thy sacrifice shall open to thee the whole epiphany of the goddess. Вот это преобразование откроет, или открывает наивеличайшее, делает наибольшее открытие божественных сил в тебе, сильнейшее в проявлении богов, в ячас тамах, то есть наиболее распространяющиеся в присутствие богов божественных сил, жертвоприношений, которые приводят к этому к эпифонии, божественных сил в нас. Елизаренкова, устройте Агни Джата Ведаса как божественного жреца, пусть жертвоприношений идет сегодня по порядку, охватывая как можно больше богов. Моя интерпретация Мидад Гата установи и удерживай внутри себя того, кто знает все рождения Чата Ведаса. Установи и удерживай в себе сияющее существо, жертвующее или преобразовывающее нашу природу во времени и пространстве всего того, что может быть преобразовано и должно быть преобразовано. пламя нашего восхождения. Пусть наше преобразование жертвоприношения продолжается без перерыва сегодня и всегда. Открывая наиболее великие реализации божественных сил здесь в манифестации. Ну и вот третий стих. Чекитвин манасам тува девам арта са ута и варень я ся те аваса ияна асо аман ма ии смертные мы свои мы сосредотачиваем на тебе на божестве обладающим умом исполненным сознательного сознания ради защиты во время нашего путешествия ради защитника желанного превыше всего. Сейчас переведу еще из Шри Арабинда смертные смертные mortals мы установили наш ум на Тебе божественном потому что у Тебя есть ум сознательного видения вот это есть Чекитвин манасам на Тебе у кого ум сознательно видит на божественном мы смертные установили свой ум то есть оман магии мы мыслим о Тебе у кого мысль обладает сознательным видением то есть идет отождествление нашего умасу умом сознательного видения агни для нашего возрастания здесь мы медитируем на Тебе во время нашего продвижения вперед во время нашего путешествия чтобы мы могли увеличить чтобы мы могли усилить Твое присутствие в нас и ради этого присутствия в нас the supremely desirable тебя наиболее желанного ради твоего ради усиления тебя наиболее желанного если вот по словам разобрать чекитвин манасам тува тебя кто обладает умом сознательного видения Бога и вам мартасах смертные мы аман маи мыслим о тебе или фиксируем наш ум на тебе утае для роста сознания а также для варенья сия те авосе ради твоего возрастания как наиболее желанного в нас иянасах иянасах то есть двигающийся на пути пребывая на пути мы мыслим о тебе ради нашего роста и ради твоего возрастания как наиболее желанного мы мыслим о тебе как Боге обладающим мыслью или умом совершенного видения или сознательного видения вот Елизавинка прося тебя Бога с внимательной мыслью о помощи мы смертные думали о твоей избранной милости и вот последний стих четвертый огне чекидди асьяна идам вахчах сахасия тамтва суши продампатей стома их вар танки от троях гербе их шуб анти от троях огонь осознай это в нас вот наше слово о могучее пламя у хозяин дома с мощными челюстями ты и тот кого атри возвеличивает восхвалениями своими кого атри прославляют словами своими элизаренкова огонь заметь этого человека эту нашу речь о могучей чекиды да заметь осознай все верно говорит или пробудись тогда о воля к видению этого внутри нас очень красиво пробудись к видению этого внутри нас это наше слово тебе о господь силы сильно сильными челюстями наслаждающийся или вкушающий господин нашего дома пожиратель вещей усилили усилили и the or eater of things increased by the illuminate affirmations усили усили себя или свое присутствие нашими утверждениями тебя и этими словами еще раз the eaters of things increase thee то есть те которые поедают атри это семья риши поедатели вещей от корня ад то есть атри усиливают тебя своими утверждениями и своими словами они делают тебя сущностью сияющей радости то есть переводчик не следует Шри Рубинда здесь совсем не знаю как они переводили Шри Рубинда что они начали переводить уже без него огонь заметь этого человека и нашу речу могучий тебя о Бог с прекрасными челюстями у хозяин дома люди из рода атри укрепляют восхвалениями люди из рода атри украшают песнями о агни агне чекиды осознай или пробудись осознай этого асья нах этого нашего и дам вачах слова это это слово этого согласия о ты обладатель силы там тва тебя такого суши пра о с прекрасными совершенными челюстями дам патэ о хозяин дома стомай хвардан театра ях самоутверждениями в себе увеличивают усиливают атри гирби их шубан театра ях и своими голосами они делают тебя светоносной радостью тоже интересное слово шубан те да это шубах корня сиять и так же сиять радостью сиять и радоваться в одном корне шеробинда соединил их в одно такое такую фразу делает тебя вещью сияющей радости он не хотел пропустить этот элемент радости и сияния в одном корне ельзаренкова все равно это для нее не имеет значения просто украшают песнями хотя здесь нету никаких песен здесь герб их голосами почему не перевести гих голос как песня похоже подходит нормально шумбэнти украшают украшение она всегда так яркая радость так сказать в ней тогда украшение нету этого психологического состояния состояния хотя наверное есть где-то отдаленно чувствуется ну вот такой гимн хорошо остановимся здесь если у вас есть какие-то наблюдения подсказки пожалуйста голова уже кружится от этого всего как прекрасно Риша говорит об огне как он ее славит это же не просто слова это его внутреннее видение и переживание надо же быть в этом состоянии чтобы это вот так облечь слова ну да это просто удивительно да и вот он учит нас каким-то образом тоже говорить такими словами где появляется сознание здесь как раз в первом стихе об этом и говорится что это этими словами так воспой его так как кого или воспой для него воспламеней в слове для него как это делали Атри подобно Атри семейств Риши будучи тем кто ищет равного присутствия божественного во вселенной воспой для него как для чистого пламени или его воспой как чистое пламя своим пламенеющим словом или как этот Ширюбин говорит словом каким словом illumination словом озарением словом озарением воспой его как светоносное чистое очищающее пламя как искомого с обожанием в наших в наших паломничествах и жертвоприношениях как того кто предлагает наше подношение богами приводит их сюда для него исполненного высшей радости в каждом существе это все такие эпитеты они создают создают какой-то образ сознания который может ожить в нас ну и потом это в этом смысле я хотела добавить просто я вспоминаю что как Шри Орабинда помогал своим ученикам культивировал в них поэтическое сознание то есть вот это восторг вот этот от переживания каких-то высочайших планов он мог бы быть воплощен только в каких-то адекватных образах и сами эти образы они вели еще туда в это сознание то есть здесь такая обратная связь как бы выстраивалась да образы появляются из сознания они вибрируют с этим сознанием очищают наши витальные они уже не позволяют низшим силам вульгарным силам проникнуть захватить нас они сжигают все эти темные углы и рус да так происходит собственно говоря трансформация сознания потому что мы произносим эти эти явления которые принадлежат высшим планам здесь в этом мире в этом сознании воплощенно и происходит какая-то вот метаморфоза преобразования нашего существа благодаря этому слову как самовыражению сознания высшего а как еще мы могли бы привнести это сознание каким еще способом сюда его можно и принести в это воплощенное состояние нету другого хода да слово оно наиболее такое эффективное живое очень пластичное очень реальное потому что само слово это и есть сознание ну да это и есть выражение сознания что человек говорит какое сознание он выражает тем он и становится в тот момент и потом это еще мощнейшие какие-то энергии да и вот этот призыв о помощи да он же не спроста потому что наверное выдержать это состояние очень сложно хотя вот когда ты в таком правильном состоянии сознания находишься и длительное время ну каким-то практикам удается тебе следовать то вот я вспоминаю что какие-то действия они просто пресекаются то есть витальное захватывает ты пытаешься что-то сотворить написать и оно все просто пресекалось совершенно таким интересным способом вот что я иногда просто диву давалась потому что это какая-то живая такая энергия да которая уже опуститься ниже вот ну в какой-то определенный момент непостоянно она уже не даст да не даст если оно присутствует оно не позволит даже даже не возникнет никакого даже если будет ощущение что там есть что-то ждет хочет войти оно не сможет туда войти потому что вот это сто моих да вот этими самоутверждениями этой силы в слове это оно уже заняло пространство оно уже его удерживает если его удержать и продолжить то начнется вот само путешествие этого преобразования постоянно то есть кажется что это вроде как такое говорение да говорение у которого как можно говорить о том чего-то ты не пережил да вот это наша формулировка ну вот есть форма говорения того чего-то не пережил как способа как бы соединения с тем что ты хочешь пережить ну вот есть еще такое двоякое двоякое мнение что опыт он иногда хорош а иногда он наоборот мешает мешает когда мы за него цепляемся видимо не хотим пройти дальше или не можем просто пройти и все время в этом прошлом да есть такая он может мешать нет но это немножко вот и о другом вот это такой синдром такой выученной беспомощности чтобы мы не делали там не идут дела да все как бы это мы вот этот опыт получили и мы говорим у меня не получится у меня не получится я там не способен я не готов я не это но это тоже через опыт да какой-то вот поэтому наверное очень важно там откинуть и много всяких есть предложений привязок к чему мы привязаны да мы же к негативному опыту привязаны мы вот получили его и естественно мы уже как бы обжегшись мы уже не не следуем далее а все оставить вообще все а смысл как раз вот видимо в том что упал сознание упало а надо опять возвращаться и концентрироваться на том же самом на внутреннем своем и это делать постоянно только тогда наверное это может быть ну какой-то уже стать твоей сутью да 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 тогда появляется вот это непрерывное сознание которое которое трудно прервать потому что оно и день и ночь оно продолжается постоянно вот становится твоим как бы существом да вот поэтому это слово аннушак мы встречаем почти в каждом гимне про яджня эту аннушак пускай преобразование идет вперед непрерывно то есть не прерываясь одно преобразование за другим они связаны одной нитью у них неразрывная связь нету перерывов что произошло одно преобразование а потом вдруг раз все забылось не знаешь кто ты такой начинаешь вспоминать то есть вот это прерывание оно очень губительное для для опыта то есть все это все то светоносное то что мы приобрели в опыте оно все поглощается вот этим несознательным этими панис они крадут все наши все наши озарения и прячут эту свою пещеру подземную подсознательную пещеру все наши богатства духовные а вот когда идет непрерывное путешествие сознания то есть не прерывается опыт за опытом то оно набирает мощи и силы и тогда уже этим существам не проникнуть легко и не прервать нить это нам нужно вернуться к этой идее непрерывного жертвопринушения ну и потом вот как идея такая вот меня очень она там тоже так занимает если ты родился когда-то там да крапивой то тебе не стать виноградом и вот это вот о том что ты должен быть тем что ты есть да в настоящий момент не пытаться себя преобразовать в виноград если ты крапива там которая тоже вот божественная крапива возможно и божественный виноград возможно и они все могут быть божественными не обязательно быть крапивой стать виноградом а в винограду крапивой это совершенно не нужно делать для всего есть свое божественное место и этим это нужно найти стать самим собой правильно да это очень сложно мне кажется вот потому что все же там, особенно вот эта вот идея, да, идея вот эта вот сейчас позитив, позитив, думай позитивно, там, распустись как роза, там, понимаешь? Хотя ты там какая-нибудь настурция или ромашка. Ну да. Не важно, важно знать свою тхарму, да? Да, и вот это вот просто... Исследовать ей. Да, да. И тогда можешь обрести божественное и стать живым. Это внутренне. Правильно, правильно. Тут столько разных подводных камней, конечно. И вот эта защита, да, она, потому что в какой-то момент мы же и к позитивному опыту привыкаем, да, вот она, вот оно так идет хорошо, значит, оно так и вот и хорошо. И мы же и за это тоже цепляемся и держимся. А в том-то раз альтернатива какая-то, там, раздвоение. Да, друзья, я должен, у меня Нара тоже ждет меня там, следующие. Хорошо, Прекрасно. Да, все тогда, счастливо всем. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо.